Прежде чем начать видеоролик, хочу людям, которые будут его смотреть, не делать поспешных выводов и не оставлять отзыв в комментариях, пока не досмотрите видеоролик, поскольку всё, что будет рассмотрено в этом ролике, только для ознакомительных целей. Итак, рассмотрим мы конструкцию устройства с самозапитом, то есть проверим одну из теорий, возможно ли или может существовать такая установка. И ещё перед тем, как начать уже пояснять суть установки, хочу сказать, что всё, что вы тут увидите, не соответствует реальности. Это полный обман, и моей задачей было предупредить и показать, как работает такой обман. Начнём. Итак, наверняка все видели некие видеоролики, их очень большое количество на Ютубе. которые связаны с вот таким устройством. Допустим, у нас есть преобразователь напряжения, который повышает 12 В входного напряжения от автомобильного аккумулятора, к примеру, до уровня 220 В сетевых напряжений. И наверняка все сталкивались с компьютерным блоком питания, который подключается в сеть 220 В, то есть на входе у нас имеем 220 В, и на выходе обеспечивает некоторое напряжение. В частности, 3,3 В, 5,12 В силовых обмоток. Мы будем в ходе нашего ролика использовать 12-вольтовую обмотку. Так, давайте рассмотрим, как работает устройство и какой принцип основной. Если подключить к инвертору 12 В от автомобильного аккумулятора плюс и минус на вход инвертора, то на выходе мы получим 220 В. Если подключить эти же 220 В к компьютерному блоку питания, то на выходе компьютерного блока мы получим 12 В. Вопрос стоит такой. Есть тут плюс и минус. Если же подключить, скажем, плюс от блока питания 12 В к плюсу аккумулятора, минус соответственно к минусу, то по идее, что у нас будет? Если не учитывать то, что напряжение, которое нужно для зарядки автомобильного аккумулятора, где-то 14 В, то мы получим то, что установка преобразовывает 12 на 220 В, затем понижает 220 на 12 В и опять же запитывает сама себе. То есть получается некоторый замкнутый цикл. Если подключить аккумулятор из этой сети, то по идее ток будет течь в замкнутой цепи, то есть образуется самозапитка. Может ли на самом деле работать такое устройство, мы выясним через несколько минут. Сам адаптер у нас самый обыкновенный, 12 В, от чего он не знаю, был разобран для чистоты эксперимента. В таком вот он оформлении. Инвертор собран в корпусе, поскольку транзисторы могут нагреваться, он будет в ходе эксперимента открыт. Поскольку у меня нет вот такого разъёмщика, будем использовать такой вот шнурок для подключения адаптера к инвертору. Так, ну адаптер у нас обеспечивает 12 В, 4 А. Этого достаточно, чтобы в замкнутой цепи к инвертору подключать нагрузку, скажем, в виде лампочки 20 или 40 В. То есть адаптер может нам обеспечивать такой ток. Давайте убедимся, что наш инвертор полностью работает. Сейчас так поставим штатив. Аккумулятор, 45 Ач, инвертор и подключена лампочка накаливания на 40 Вт. При подключении клеммы инвертор стартует без особых проблем. Я также использовал вот такой распределитель, подключил к инвертору, поскольку мы к нему будем также подключать и наш адаптер, чтобы запитывать его от инвертора. Самый простой тройничок. Настал момент истины. Сейчас мы будем тестировать нашу схему, но прежде еще раз поясню, в чем суть дела. У нас аккумулятор, инвертор, понижающий адаптер на 12 В. Питание с аккумулятора с помощью инвертора поднимается до уровня 220 В. Затем понижается до 12 В и запитывает инвертор. Этим мы вырубаем аккумулятор потом из сети, и адаптер будет запитывать, инвертор превышать, питать адаптер. И так у нас получается замкнутый цикл. Помимо этого, на выход подключена лампа накаливания в 40 Вт, которая должна, по моим расчетам, гореть. Плюс от адаптера подключен к плюсу инвертора, следовательно, к плюсу аккумулятора. Минус от адаптера подключен к минусу аккумулятора и инвертора в целом. Давайте подключим к аккумулятору. У нас работала защита на инверторе. Но, думаю, это так и должно быть. Аккум чуть подсевший. Убираем аккумулятор. Замыкаем клеммы. Вообще из сети убираем аккумулятор. Сниму камеру. Простите за свист инвертора в защите. Лампа горит. Сейчас я выключу питание, чтобы нам не мешал свист. И покажу, что не было тут никаких скрытых проводов. Убираем всё это дело. У нас система заработала. Но, поскольку аккумулятор дохлый, адаптер у нас очень сильно нагрелся. Очень-очень сильно. Он отдавал довольно большой ток. Тут нет ничего, помимо самих клемм. Тут у нас шнурок. Никаких спрятанных источников. То же самое и тут. Работает ли на самом деле такая установка? Может ли быть самозапиткой, если использовать замкнутый цикл? На этот вопрос сейчас мы получим ответ. Как работала данная система на самом деле? Можно было по отдельности протестировать, подключать в сеть данный адаптер. Он бы отдавал нам 12 вольт. Следовательно, все установки, которые задействованы, соответствуют нормативам. Но, увы, на самом деле адаптер я вам показал начинку только для отвода глаз. Тут стоят три литиевых аккумулятора, которые нагрелись при запитке инвертора, поскольку я даже поленился их зарядить. И из-за этого пошла защита на инверторе, хотя так изначально не планировал. Но ролик делал в спешке. Так что можно без проблем использовать любой аккумулятор, и инвертор не будет находиться в защите. У нас сетевой провод даже не задействован. Я мог бы без проблем подключить в сеть, потестировать, что на выходе есть 12 вольт. Но при этом мне не нужно было, конечно же, все это дело подключать, поскольку тут аккумы. Ну вот, последовательно соединенные банки 18650 от ноутбуков. Ничего мне не мешало использовать компьютерный блок питания, засунуть вот эти же банки туда или же в инвертор, закрыть инвертор, и вам бы ничего не было видно. И многие бы поверили. Аккумулятор тут никакую роль не играет. Я сам изначально никогда не подключал аккумулятор, делал только так, чтобы обмануть зрителя. В кавычках, поскольку у меня нет никаких намерений обманывать. Вот все до банальности просто. И еще, если у некоторых людей после данного видеоролика возникнут вопросы, почему, по идее, должно работать тут же замкнутый цикл. Но. Одно но. Адаптер имеет КПД в лучшем случае 90%. Инвертор имеет КПД в лучшем случае 80%. Лампа накаливания 40 Вт. Подключая лампу накаливания в 40 Вт, прибавляем КПД инвертора, потери, которую мы получим во время преобразования. У нас получается, что для того, чтобы питать вот эту лампочку от инвертора 40 Вт, нам нужно потреблять где-то 50-60 Вт. То есть, откуда берутся эти дополнительные 50-60 Вт, не считая потери на самом адаптере. Не из земли же берутся эти Ваты. То есть, в таких системах никогда, никогда, никогда не может существовать именно самозапит. По такому принципу установка не может работать. И я нарочно не буду никаких ссылок приводить, поскольку в сети огромное количество именно схем в Ютубе, в частности, видеоролики, которые работают по такому принципу якобы. Не буду приводить ссылки, чтобы дополнительно не раскучивать видеоролики таких авторов. А вам прошу данный видеоролик распространять, перезаливать на свой канал, поделиться с друзьями. Разрешаю даже использовать видеоролик для коммерческих целей, как правообладатель этого видеоматериала. Не забывайте оставлять свои отзывы и комментарии, конечно же, пальцы вверх и делимся с друзьями, если видеоролик понравился. На этом все. С вами, как всегда, был АК Касьян. До новых встреч, друзья. Пока.